Как всего за три месяца без помощи дизайнера мы сделали из бетонной коробки уютное пространство для всей семьи. Но однажды мне позвонили строители и сказали, Катя, у нас есть для тебя сюрприз. Здесь у нас встроенный большой шкаф, но его мы сделали не случайно. За ней находится необычное помещение, которое есть не в каждом доме. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room! Рада вас видеть. Проходите в гости. Меня зовут Екатерина. Я начинающий декоратор интерьера. И в этом выпуске я расскажу вам, как всего за три месяца без помощи дизайнера мы сделали из бетонной коробки уютное пространство для всей семьи. Эта квартира находится в Красногорском районе. Ее общая площадь составляет 67 квадратных метров. Здесь живу я, мой муж, наш сын, которому 12 лет, и наша сумасшедшая кошка Пикси. При покупке это была просто бетонная коробка без разведенной электрики с уже возведенными стенами. Изначально в этой квартире я планировала стиль арт-деко. Но у нас из этого ничего не получилось, чему я очень рада, потому что мы не смогли бы жить в таком пространстве. В итоге у нас получился стиль, который больше похож на неоклассику, но на самом деле здесь собрано несколько стилей. Что-то из сканди, что-то из неоклассики, немножечко кантри, и есть некоторые лофтовые мотивы. Когда я делала ремонт, мне захотелось оставить пространство максимально свободным, не перегружая его местами хранения и шкафами. А что у меня из этого получилось? Пойдемте посмотрим. Начнем наш рум-тур с детской. Благодаря большому количеству окон комната выглядит воздушной и просторной. Это любимое место нашего сына. Он здесь любит проводить большое количество времени за своими игрушками. Тут очень много мест хранения. И также здесь он выполняет свои уроки, домашние задания. А теперь о главном гаджете этой солнечной комнаты. Это кондиционер. В нашей квартире именно детская выходит на юг, и с весны до конца лета здесь невыносимо жарко. При выборе кондиционера нам было важно, чтобы ребенок под ним не простывал. В итоге мы остановились на кондиционере Samsung с уникальной технологией охлаждения Windfree. Кондиционер не дует, а мягко рассеивает воздух. В передней панели 23 тысячи отверстий. Через них прохлада распределяется равномерно по всей комнате. Кондиционер мы повесили над диваном. И смело включаем его даже на ночь. Ребенку спать он не мешает благодаря режиму спокойный сон. Еще одна фишка, которая влияет на качество воздуха – функция самоочистки. Нажатием одной кнопки можно заморозить теплообменник, затем растопить лед и вымыть из системы все загрязнения. В конце кондиционер просушивает теплообменник и не дает распространяться бактериям, плесени и неприятному запаху. А еще нас всех покорил его интеллект. Не думали, что кондиционер – это тоже умный гаджет. Но он уже выучил все наши привычки и может подобрать комфортную температуру и режим без нашей помощи. Переходите по ссылке в описании к видео и оцените все преимущества этого умного кондиционера Samsung. Здесь изначально был балкон. Мы его присоединили к комнате для того, чтобы она казалась просторнее. И здесь оборудовали рабочую зону для ребенка. Из отделочных материалов здесь обои, как и по всей квартире. Но единственное, эту акцентную стену мы выполнили под покраску. Краска моющаяся и она очень удобна в эксплуатации. Потолки, как и во всей квартире, просто отштукатурены и покрашены. На полу ламинат. Благодаря тому, что мы присоединили балкон, в детской образовались три функциональные зоны. Зона хранения, зона отдыха и рабочая зона. Из мебели здесь стеллаж из икеи, который служит не только декоративно. В нижней части мы храним разноцветные игрушки. Здесь у нас диван из серо-бежевой рогожки, который приехал с нами из старой квартиры. Он с деревянными подлокотниками, которые я задекорировала. И вот тут видно, что кошка очень любит этот наш диван. Кстати, похожий диван вы можете найти на Marketplace in my room. Напротив дивана у нас стоит пеленальница, которая временно служит тумбой под телевизор. Здесь я планирую подвесную тумбу. Порожек мы выполнили из плитки, которую использовали и в ванной. Здесь на полу пол с подогревом и ламинат. Обои такие же, как и во всей комнате, чтобы объединить пространство. Мы находимся в рабочей зоне, и это бывший балкон, поэтому его пришлось утеплять. Потолок, стены, пол, все утеплено. Поэтому потолок здесь сделан из гипсокартона, а под ним слои утеплителя. Рабочая зона выполнена из искусственного камня. Мы выбрали этот материал не случайно. Я хотела, чтобы поверхность шла без стыков, одним контуром. Поэтому мы выбрали искусственный камень. Но в нем есть недостатки. В холодное время года он, так же, как и натуральный камень, становится холодным, и за ним некомфортно делать уроки ребенку. Уроки он делает за столом на кухне. Из освещения в комнате обычная потолочная люстра. Здесь ее хватает, потому что детское много окон. И здесь такой больше декоративный дизайнерский светильник в форме глобуса, который, в принципе, не дает большого освещения, но вечером смотрится очень атмосферно. Из коридора мы попадаем в нашу кухню. Из отделочных материалов здесь, так же, как и во всей квартире, обои, которые отсылают нас к стилю арт-деко, который мне абсолютно не близок. И в ближайшем времени мы планируем их заменить на что-то более нейтральное. Потолок выровнен и покрашен. По периметру идет потолочный карниз. И помимо сюрприза от застройщика, у нас есть сюрпризы от строителей. На кухне мы поставили дверь со сдвижным механизмом для того, чтобы экономить пространство. И в этом углу можно было что-то разместить. Холодильник, тумбу, либо декор. В данном случае у нас пока здесь стоит цветок. Но однажды мне позвонили строители и сказали, Катя, у нас есть для тебя сюрприз. И что же я увидела, когда приехала на объект? А увидела я вот это. Они сделали нишу. Причем она здесь не планировалась. Они ее нашли, когда шпаклевали стены. Решили ее освободить, выровнять и поклеить на нее остатки обоев с коридора. Я считаю, что это смотрится ужасно. Я не знаю, как ее использовать. И в будущем, думаю, закрыть ее гипсокартоном и просто поклеить обои, как и везде по кухне. Пол идет единым контуром из коридора и без порожков и стыков продолжается на кухню. Это сделано так же, чтобы расширить пространство. Фартук сделан из плитки кабанчик. Он лежит здесь, в рабочей зоне. А здесь, в зоне плиты, мы решили его поднять повыше, чтобы визуально расширить пространство и для удобства уборки. Столешница – это искусственный камень, как и в рабочей зоне, в детской комнате. Но это не очень удачное решение. Сейчас бы я не поставила такой материал, потому что он очень маркий. На нем видно каждую каплю воды. На нем видно царапины. Даже если просто поставить чашку, она оставит царапины. Мойка подстольного монтажа. Она вклеена под столешницу. Изначально я хотела, чтобы мойка со столешницей были из одного материала и шли одним контуром без стыков. Но фирма, которая нам изготавливала кухню, не смогла так сделать. Поэтому мы купили эту мойку отдельно. Она тоже из искусственного камня. Немного мы не попали в цвет, но она черная. И в принципе она подходит сюда. Здесь у нас сварочная стеклокерамическая панель. Она комбинированная. У нее две конфорки индукционные, две электрические. Так мы сделали для того, чтобы нам не пришлось при переезде менять всю посуду. Здесь находится обычный духовой шкаф. И под ним осталось небольшое место. Мы решили его тоже использовать для хранения. Здесь я храню плейсматы для сервировки. Над варочной поверхностью находится вытяжка, которая подведена к системе вентиляции. Здесь посудомойка. Она шириной 45 см. Нам на троих ее вполне хватает. Здесь ящик, где обычно располагается мусорное ведро. Но у нас его нет, потому что мы сортируем мусор. Здесь у нас спряталась стиральная машина. Я специально ее не стала устанавливать в ванну. Потому что я считаю, что это некрасиво. И ванна сразу становится каким-то техническим помещением. В этом пенале спрятался холодильник. Здесь, как обычно, морозильная камера. Здесь хранение моего декора и посуды. Здесь находится ящик для столовых приборов. Я его специально разместила именно в этом месте. Хотя некоторые считают, что это неудобно. Мне это удобно, потому что он находится прямо напротив стола. А я очень люблю заниматься сервировками. Столовый текстиль и небольшие запасы продуктов. Здесь ящик для бокалов. Здесь стандартная сушилка для посуды. А здесь хранение приправ и масел. При готовке это очень удобно. Все находится рядом. И в этом небольшом ящике бутылочница. Здесь три стула, потому что мы живем втроем. Нам так удобно. Но при желании стол раздвигается. И здесь могут свободно уместиться шесть человек. Кстати, похожие стулья вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. Основное освещение – это люстра, которая располагается над столовой зоной. Из дополнительного освещения – это подсветка рабочей поверхности и встроенная подсветка вытяжки. Изначально текстиль на окнах я не планировала, так как у нас был потрясающий вид на лес и вот эти небольшие домики. Но потом у нас изменился застройщик, и у нас вид вместо леса поменялся на три вот эти прекрасные башни. Поэтому я планирую заменить вот эти шторы на жалюзи, либо деревянные, либо на римские шторы. Прихожие из отделочных материалов – это однотонные бежевые обои. На полу керамогранит, точно такой же, как и в кухне. Потолок натяжной. Здесь мы использовали именно натяжной потолок, потому что от застройщика он шел довольно неудачно. Тут были большие перепады между плитами, и нам строители сказали дешевле сделать натяжной, чем выравнивать эти перепады. Входную дверь от застройщика мы тоже поменяли. Снаружи она цвета венги, а внутренняя часть мы подбирали максимально похожую на межкомнатные двери. Но здесь осталась вот такая некрасивая черная рамка, которую мы не стали перекрашивать, а подержали ее вот таким рейлом, чтобы это смотрелось более гармонично. Также в прихожей есть пуфик, на который можно положить какую-то сумку, либо присесть, переодеть обувь. Похожий пуфик вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. И в коридоре еще есть зеркало IKEA в полный рост. Здесь также у нас стоит корзинка. Сюда можно спрятать что-то с глаз, например, какие-то сумки, какие-то шарфы, перчатки, чтобы не было визуального шума. Здесь за картиной мы спрятали электрический щиток. Так мы сделали из цели экономии, потому что изначально мы хотели его перенести в зону вот здесь рейла, чтобы его было не видно за одеждой. Но это было достаточно небюджетно, поэтому мы решили сделать так. Из прихожей мы попадаем в коридор. Здесь у нас встроенный большой шкаф, но его мы сделали не случайно. В углу находится большой воздуховод, который нельзя переносить, поэтому я решила вот так его спрятать. И так как здесь довольно узкий коридор, небольшое пространство, таким образом расширить это пространство. Рисунок на одной из дверей шкафа-купе я подбирала вот под эту дверь, которая ведет в кухню. Из наполнения шкафа здесь полки, рейл для одежды. На полках мы храним декор новогодний. В потолке у нас расположены точечные светильники и в прихожей зоне, и в коридоре. Из коридора мы попадаем в спальню. Спальня выполнена в теплых, спокойных тонах. В основном я использовала оттенки бежевого, белого и натуральное дерево. Из отделочных материалов здесь обои, которыми я очень недовольна, и в ближайшем будущем хотелось бы их переклеить, так как слишком активный принт. Потолок просто отшлифован и покрашен. По периметру потолка идет потолочный плинтус, который изначально я хотела продолжить, чтобы закрыть карниз для штор. Но наши рабочие не смогли это сделать, и пришлось продолжить карниз за шторами с той стороны. Теперь его не видно, это выглядит не очень красиво. Хотелось бы тоже в ближайшем будущем это переделать. На полу обычный серо-бежевый ламинат, он нас вполне устраивает. За практически 6 лет эксплуатации он ведет себя нормально, нигде не вспух, не потрескался, с ним все в порядке. В центре комнаты у нас стоит кровать с мягким изголовьем и подъемным механизмом. Здесь уместился практически еще один горизонтальный шкаф. Там наша нарния, там находится очень много вещей, игрушки ребенка, декоративные подушки, постельное белье, чего там только нет. И еще осталось место. Я вообще рекомендую всегда покупать кровать именно с подъемным механизмом, чтобы не терялось пространство под кроватью. Кстати, похожую кровать вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. Прикроватные тумбочки я до сих пор не выбрала. В данный момент роль прикроватной тумбочки служит вот этот раритетный стол, который я привезла с дачи. Он был в ужасном состоянии, я его отшлифовала и хотела покрыть также белой краской, как он был покрыт изначально. Но потом я увидела вот эту вот замечательную обшарпанную фактуру, она мне очень понравилась. И оставила стол в таком же состоянии, как он сейчас есть. Я думаю, это придает шарм в спальне. Над кроватью расположен декор из МДФ. Он поддерживает стиль обоев, перекликается с общим интерьером. И похожие тумбочки у нас находятся сейчас в данный момент в детской комнате. Я их периодически меняю местами. Иногда они находятся здесь. Но чтобы я решила, чтобы одинаковый принт не находился в одной комнате, я их сейчас переставила в спальню. Возле кровати с одной стороны я поставила прикроватную лампу, вторую, здесь нет симметрии, вторую я поставила на консольный стол. А с другой стороны расположился торшер, который дает мягкий приглушенный свет и добавляет дополнительного уюта спальни. Основным сценарием освещения спальни является вот эта люстра. Напротив кровати расположилась консоль. Это консоль из Икеи. На ней телевизор и декор. Из текстиля в спальне вот такие бежевые шторы. Они из микровелюра, перекликаются с изголовьем кровати, который сделан из такой же ткани, но отличаются немного по цвету на несколько тонов. Из спальни можно попасть на балкон. Там у нас расположилась зона отдыха, и там же я выращиваю цветы и занимаюсь реставрацией мебели. В этой части комнаты у нас расположилась зона отдыха, где можно посидеть, расслабиться, почитать книжку. В этом стеллаже икеевском мы храним все наши книги. Он выполняет не только функцию хранения, но и декоративную функцию. Здесь я разместила свой декор, который делает спальню более уютной. Здесь я оформила его подушками. Стоит корзина и журналы, которые можно присесть, почитать. Подписывайтесь на все платформы, где есть InMyRoom. Там вы можете найти для себя много полезной информации, которая пригодится вам при планировании вашего ремонта. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь есть еще одна дверь. За ней находится необычное помещение, которое есть не в каждом доме. Здесь мы планируем гардеробную. Это помещение построено между двумя домами. Оно необычной формы, имеет форму трапеции, и стена напротив окна шириной всего 15 см. Здесь мы планируем обустроить гардеробную, но в данный момент оно используется просто как склад. Вот здесь я планирую рабочую зону. Здесь уже выведены розетки и интернет-кабель. Здесь между гардеробной и спальней вот такой широкий простенок, благодаря тому, что получается здесь по фактически две стены двух домов. У этой части отдельный фундамент, поэтому вот здесь у нас возникают часто проблемы. Мы уже два раза здесь все переделывали. Вот здесь трескается штукатурка и трескается вот этот порожек из плитки, так как дом дает усадку, и усадка неравномерная, потому что это два разных помещения. Из коридора мы попадаем в ванну. Из отделочных материалов здесь два вида плитки. Потолок натяжной с точечными светильниками. Плитка под дерево переходит с пола на стену в мокрой зоне. Это было шесть лет назад достаточно модно, и мне этот прием понравился. Я думаю, сейчас это смотрится довольно актуально. Изначально это была раздельная ванна и туалет. Мы объединили это пространство для того, чтобы была возможность поставить здесь джакузи. Здесь инсталляция, лючок для доступа к фильтрам, счетчикам воды и проточному водонагревателю. Здесь находится водяной полотенцесушитель. Ну а здесь небольшой деревянный комодик для хранения запасов туалетной бумаги. Здесь раковина из искусственного камня с тумбой для хранения. Над ней мы повесили зеркало с большим фацетом, которое было очень сложно найти, так как оказывается для такого широкого фацета нужно какое-то особое оборудование. Но кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мне удалось его найти. Это одно из первых приобретений для ванны. Под раковиной два достаточно вместительных ящика, в которых мы храним все необходимые аксессуары, косметику. Я все стараюсь декантировать, чтобы даже внутри ящика всегда был порядок. Этот экран у ванны снимается для доступа ко всем коммуникациям и сифонам. Дизайн ванны дополняют вот такие необычные крючки-человечки, на которые мы вешаем полотенца и халаты для душа. Здесь находится вытяжка, которая выведена на отдельный выключатель. Это очень удобно. Здесь выведены розетки для того, чтобы подключить фен или электрическую зубную щетку и датчик теплого пола. Вот и закончился наш рум-тур. Надеюсь, вам было полезно. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Я с удовольствием на все отвечу. Пока-пока!